Плетение кружева, лоскутное шитье, резьба по дереву. В выставочном зале координационно-методического центра культуры и творчества открылась экспозиция «Ремесла и промыслы Ивановской области». Выставка посвящена вековому юбилею губернии. Свои работы здесь представили лучшие мастера со всего региона. Практически все народные мастера – это люди, которые, оставаясь непрофессиональными художниками или дизайнерами, продолжают заниматься ремеслом, своим любимым делом. Также представлены работы домов-ремесел Ивановской области. Особое внимание организаторы выставки уделили искусству лоскутного шитья. Ивановские мастера создают масштабное панно из крошечных фрагментов ткани. На одну такую работу уходит от двух месяцев до года, в зависимости от сложности. Я думаю, что в очередной раз людям можно прийти и полюбоваться работами мастериц-лоскутниц. Я бы не сказала, что начинающая. Вот, например, Любовь Ляпина, она работает в Палевском доме-ремесел уже семь лет, достигла хороших результатов. Но всегда есть к чему стремиться, к чему учиться. Не менее кропотливый труд – плетение кружева. На создание небольшой салфетки размером с ладонь у профессионала уйдет несколько часов. Что говорить об изысканных кружевных картинах или элементах дамского гардероба. Впрочем, как уверяет мастер Галина Остапьева, освоить кружевоплетение может каждый. Основные инструменты кружевоплетения, которые вы видите перед собой, это валик, на который крепится сколок. Сколок – это полностью прорисованный узор кружева. Мастерица плетет строго по этому нарисованному узору. К основным инструментам также относятся коклюшки. Вот эти вот палочки, которые так звонко стучат. Это своего рода катушечки с намотанными на них нитками. На выставке также представлен аутентичный ткацкий стан, который некогда был практически в каждой русской избе. С его помощью до начала прошлого века изготавливали материал для будущей одежды. Стремительное распространение мануфактур в нашем крае постепенно вытеснило ткацкий станок из сельского дома. Купить хлопок было дешевле. Но вот от половичков очень долго не отказывались. До начала 20 века станочки прекрасно дожили. Чуть ли не в каждом деревенском дворе. И когда по деревням в сатографической экспедиции мы путешествовали с ребятами, то вспоминали, что прясть уже редко пряли. А половички ткали практически в каждом дворе. И это далеко не все, что представлено на выставке народных ремесел и промыслов. Есть и образцы лаковой миниатюры, искусная деревообработка, мыло ручной работы. Увидеть творение ивановских мастеров можно до 19 января в областном координационно-методическом центре. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.